Здравствуйте, с вами Брэро и Шайтан. Привет всем. Для вас сегодня мы постараемся провести наиболее честную жеребьевку чемпионата мира. Она будет снята на видео, где мы сможем распределить 32 команды по 8 группам. Шайтана пока что прошу записать числа от 4 столбика. В первых двух будут числа от 2 до 7, то есть по 6 чисел. Во вторых двух от 2 до 11. То есть по 10 чисел. Если все понятно, то записывай, скажешь, как будешь готов. Хорошо. Пока я расскажу вам историю чемпионатов мира на Мэйл. Ух было не так уж и много, если честно. Первый чемпионат мира проходил во втором или в четвертом сезоне, где-то в этой области. Еще на самом первом Мэйл, тогда победу держал Антоша, который тренировал Фулхом, если кто-то помнит. Он играл за сборную Украины, где тогда блистал Андрей Дикан. Второй чемпионат мира проходил много позже. И там уже победу одержал Перу, который тренировал Милан. Что примечательно, на этом чемпионате мира Милан также выступает и выступает все за ту же сборную. Ну, что можно сказать, у нас целых 20 участников из Европы, всего по 6 из Южной Америки и Африки, из других субъектов или с других континентов у нас нет участников. Но это не беда, потому что, думаю, у всех команд есть большие шансы на победу. Меньшие шансы, конечно, вам надо будет зависеть от тренера. Но поживем, увидим. Ты готов? Да, я готов. Итак, у нас 8 групп, как я уже сказал. Мы начнем набор вот так. То есть сначала первая команда в группу, потом вторая, третья и четвертая. Ну, в принципе, обратим внимание на второй столбик. Будешь дочеркивать числа, которые у нас ты выберешь. Их нельзя повторно использовать в одном и том же столбике. Так что давай сначала выберем что-нибудь из второго столбика. Хорошо. Ну, так что число от двух до семи. Число номер пять. Число номер пять. Это Бразилия. За Бразилию она сыграет закон. Достаточно сильный тренер, сильная команда. Думаю, есть все шансы на ухты в группу. Итак, теперь посмотрим. Это был третий столбик. И отсюда команду от двух до один. Семь. Семь. Это сборная, как видите, Англии. За которой играет Масикс. Выигравший в прошлом сезоне все турниры. Все награды. Все комплекты медалей. Выигравший все, что только можно. И если он добьется победы в чемпионате мира, то, думаю, установит своеобразный рекорд ОМАЛ. Как думаешь? Да, это будет сенсация. И думаю, у него есть все шансы на победу в этом турнире. Хорошо. Тогда вернемся в второй столбик. Число от двух до семи. Пятерка исключается. Снова цифра семь. Семь – это счастливая для кого-то. Например, для Криштиана Роналду. Но, как мы видим, пока что по цифре семь у нас сборная Аргентины. Для которой у нас играет Фроу. Ну, Фроу одна из самых сильных сборных. Поэтому у него тоже есть преимущества. Да, наверное. Не знаю. Продолжим нашу шеребьевку. Перейдем в первый столбик. Здесь цифру от двух до семи, пожалуйста. Цифра номер три. У нас берег слоновой кости. Я не знаю, зачем я так расширенно написал. Это у нас Кот Девуар. За который выступает чемпион Италии второго сезона. Напомним, что в Кот Девуаре есть Дед Рогба. Который вполне может по одиночку обыгрывать соперников. Что не раз мы видели. Как на чемпионатах мира. Так, по выступлениям Челси. Что в реальной жизни, что на Мэл. Да? Да. Ладно, теперь вернемся в сильную Европу. То есть в третью группу. И выберем здесь команду от двух до одиннадцати. Там зачеркивают числа, которые уже были. Одиннадцать. Одиннадцать. Это сборная Германии. Подявительно сильные команды выиграешь. Господи. Почему надо всем писать в скайп? Когда ты делаешь жеребьевку. За Германию у нас играет Ринка. Если ты помнишь. Да, конечно помню, что играет за Германию Ринка. И хочу пожелать ему удачи. Мне очень нравится его стиль игры. Я хотел бы, чтобы он вышел из группы. Я от себя в группу не хотел, Лайва. Очень хотел бы. Я тоже. Но это вряд ли, учитывая, что моя команда находится в той же группе, что и его. Совпадение такое крайне нереалистично. Но тем не менее, может быть, они встретятся, учитывая, что из Европы целых 20 команд. Следующую команду, пожалуй, возьмем из этой же группы. Тут достаточно сильные. Они в первую корзину все сгодятся. От двух до десяти, кроме семерки. Десять. Выбор последних чисел довольно удачный. Это сборная Бельгии. За нее играет... Микс. Микс. Человек, который из Алибанта занял второе место. Что, в принципе, очень хорошо, учитывая, что он обогнал таких граундов испанского футбола, как Барселона, Реал, Атлетику. И оставил ЛСБ в Лиге чемпионов. Да, надеемся, в Софт-Гэмптоне он тоже покажет такой результат. Ну и тем более за Бельгию. Да, Бельгия отличная команда с хорошим подбором игроков. Останемся в третьем столбике. Возьмем от двух до девяти, пожалуй. Два. Сборная Италии зачеркивает двойку. Италия это один из лучших игроков проекта у нас выступает. Как мы знаем. Вот смотрите, что я делаю. Оп. Выделяю Италия желтым. Мы понимаем, что это потенциальный победитель турнира. Как думаем? Да, по-любому. Есть у тренера Италии шансы? Да, у тренера Италии больше всех шансов. Ведь его уровень игры уже стал лучше. Надеемся, что он выиграет без проблем этот турнир. А если он не будет бегать по флангам? То он все равно выиграет. Хорошо, мне нравится подход к делу. Пожалуй, нам осталось выбрать, как вы видите, одну всего лишь сборную. Останемся здесь в сильной Европе. От трех до девяти, пожалуй. Три. Три в третьем столбике, зачеркивай. У нас тут сборная Франции. Французы под руководством Феникса. Действительно опасны, как думаешь? Да, очень опасны. Я хочу сказать, что Феникс очень хотел играть именно за Францию. И боялся, что не успеет взять ее. Ну, как видите, Францию у него. И он один из фаворитов в турнире, безусловно. Чтобы все, кто тренирует сборные с первой корзины, не обижались, я тоже выделил название сборных желтым. Возможно, это скрапит немного. Ну, не сравнивай их с тобой. Все равно себя выдели другим цветом. Нет, я такой, как все. Я просто рубаха памяти. Так вот, мы закончили с первой корзины. У нас получили сборные Бразилии, Англии, Аргентины, Кот-де-Вуара, Германии, Бельгии, Италии и Франции. Довольно сильные команды. Черт. Ладно, постарай, не беспокойтесь в скайпе, а то уже много кто что-то там написал. В общем, перейдем ко второй группе. Да, давай перейдем. Давай останемся в третьем столбике, учитывая, что в первой у нас сборная Бразилии. Можно итальянскую какую-нибудь команду, извиняюсь, европейскую команду взять. От четырех до девяти, кроме семерки, пожалуйста, в третьем столбике. Четыре. Цифра четыре, это сборная Голландии. Голландия у нас отправляется... Нет, этот цвет не очень. За Голландию у нас Джастик. Тоже очень сильный тренер. С такой сборной должен показать хороший результат. О, ой, ой, что я натворил. Вот, ты все в порядке. Голландия откроется к закону. Да, это уже интересно. Классно, что интересно. Так, Голландия у нас к закону, думаю, черный цвет тут вполне есть. Так, Голландия у нас справляется группу А. Давай останемся здесь, тут сильная команда. Пять, шесть, восемь или девять? Восемь. Восемь, это сборная Португалии под руководством. Стамфа. Стамф. Ну, если Стамф не будет пропускать по 15 мячей, как он это любит делать, то у него также есть шансы. Ну, он пропускает их только в матчах с квалифицированными соперниками, такими как тренер Кискары, например. Да? Да, да. Он хорош. Хорошо, останемся здесь. Возьмем кого-нибудь, например, в третьем столбике. Девять, шесть или пять? Пять. Пять, это сильнейшая сборная мира по рейтингу FIFA, то есть Испании под руководством Jack is Back, то есть минувшего чемпиона Испании. За, неожиданно, Испанию, кстати, за Атлетик из Бальбаум. Интересно, куда же попадает Jack is Back? Он попадает к Фролу. О, это очень-очень интересно. Испания-Аргентина. Матчи должны быть насыщенными. Да, согласен. И стиль игры, честно говоря, чем-то похожий в них. Спасибо за обширное использование. Множество слов. У нас следующая страна пусть будет из второго столбика. Здесь цифра два, три, четыре и шесть на выбор. Шесть. Шесть это сборная Колумбии. Колумбийцы под руководством... Капогрольника. Могут навязать, как думаешь, борьбу? Ну, я думаю, да. Ведь в Колумбии есть неподражаемый форвард Фалькао. Ну, и здесь мы видим противостояние двух неподражаемых форвардов. То есть Дьед Рагба и Ратамир Фалькао. Да, будет интересное противостояние. Хотелось бы тебе такую группу себе с такими форвардами? Да, хотелось бы. Ирландская защита показала бы им. Тебе любая группа, кажется, нормальная, если там нет Айса? Нет, любая группа, где нет Бреру. Хорошо. Хорошо, сейчас нажребишь сам себя. Ну, понимаешь, с поломанными игроками как-то не очень. Спасибо за комплимент. Ну, ладно. Ладно, у нас шесть или девять в третьем столбике на выбор. Девять. Это сборная Сербии. В Сербии у нас тренирует ЛИП. В Сербии отправляться. Ой, ну ладно. Две сборные из Европы. Ничего страшного. У нас и Англия, и Португалия. Ну, ладно. Это неизбежно. Чуть-выколичество команд. Что скажешь? В матче ЛИПа Ринкен можно выделить как-то, кто сильнее, кто слабее? Не думаю. Выделит игра. Оба тренера играют в хороший футбол. В пас. Все мы это знаем. Пусть победит сильнейший. Ладно, прилично. Мы разграбили сильную Европу. Там только одна команда осталась. Придет ее время, я думаю. А теперь давай обратимся к четвертому столбику. И там выберем число от двух до одиннадцать. Три. Три. Это Словакия. Под руководством... Дентиньо. Так, значит, за него играет несравненный Владимир Вальц. Который, между прочим, выступает за далеко не последний клубный Мэйл. За Пискару. Мало бы играть в топ-клубах, но тренер почему-то его не продает. Хотя были предложения, поверься. Мы верим. Хотелось бы в Вестхам. Нет. Хотя он лысый, но... Ладно, ладно. Надо обсудить это. Итак, Южная Америка у нас. То есть второй столбик. Два, три или четыре? Три. Это сборная Уругвай. Кто ее тренирует? Венгер. Вот это довольно неожиданно. Два тренера Пискара. Один бывший, другой настоящий. И, скорее всего, будущий. Потому что... Ну вот, вы решите, кто из вас был лучший. Вряд ли кто-то захочет играть за Пискару. Учитывая, что обе наши сборные обладают далеко не последним подбором нападающих. Думаю, будет голевая феерия. Хотя, Джей Луиджи Буфон матч от матча может играть как хорошо, так и плохо. В общем, все пока что игра. И нам осталось найти компанию Фениксу. И мы закончим с выбором второй корзины. Итак, давай обратимся к Средней Европе. Здесь два. И от двух до одиннадцати, кроме тройки. Четыре. Неплохое число, и ты оказываешь не особо услугу такую, знаешь. Конечно, может, это услуга Фениксу, но сборная России попадает в группу с Францией. Опять европейский стран. Ну да ладно. Россия тренирует у нас Димас пять пятерок. Как думаешь, может этот шейтер Германии навязать борьбу сибирскому? Не буду цитировать все ржака. Хорошо, если так открыто. Не, ну я думаю, навяжет борьбу. Димас сейчас стал лучше играть. Тем более, за ним играют такие мастера, как Константин Зорианов и Роман Широков. Достаточно посмотреть на таблицу Германии, и видно, что Димас играет очень-очень прилично. Спасибо за высказывание на чистом. Тем более, за любимую сборную. Он ее хотел. Он ее получил. Он так хотел. Ну, ладно, я не буду пить больше. Ладно. Давай объявим команды второй. У нас получилась группа А. Это Бразилия и Голландия. В группе Б у нас сыграют Англия и Португалия. В группе С. Это Аргентина и Испания. Две очень сильные сборные. В группе Д сборные послабее. Это Коте Вора и Колумбия. Группу Е нам представят сильнейшие Германии и Сербии. В группе Е также две европейские команды. То есть Бельгия и Словакия. В группе Джей нас ждет противостояние, которое зачастую можно увидеть на чемпионатах мира. Это Италия. И Уругвай. Я почему-то сказал Уругвай. Я просто иди. И в группе Эйч у нас Франция сыграет в России. Тоже достаточно интересно. И пока в группе нет явных аутсайдеров, но живем уже здесь. Да, все только начинается. Ладно, продолжим со Средней Европы. Здесь от 2 до 11, кроме зачеркнутых. 11. 11. И вот это действительно очень осложняет, так скажем, закону жизнь. Потому что к нему мало того отправляется Джастис. Еще и направляется... Ой, я написал просто Брюс уже. Это просто человек, который за Турцию выиграл все, что мог. Естественно, в одиночной карьере, где самым сильным соперником был компьютер на новичке. Это Брюс, который тренирует Турцию. Но это, пожалуй, группа смерти, возможно, будет. Все возможно. Там нет Бреро. Какая это группа смерти? Итак, выберем сборную из сильной Европы. Последняя оставшаяся – это Хорватия, не буду темнить. Хорваты. Там же только цифра 6 у тебя, так? Да, да, все правильно. Хорваты отправятся к Англии и Португалии. Что-то я многовато здесь европейских сборных собрал. Ну, ладно. Поэтому так и не только интересно. Да. За Хорватию у нас Ганнибал. Сильнейший тренер. Обладатель Лиги Европы в прошлом сезоне. Кубка Италии – серебряный призер, то есть… Серебряный призер, да. Поэтому с ним не соскучиться. Ну, да. Играя в PS6 вообще тяжело соскучиться. Тем более с Ганнибалом. Да, если игра наскучивает, это значит, что ты просто плохо не играешь. Нет, это значит, что ты просто играешь с Бреро. Может быть. Это меня ничуть не оскорбляет, к слову. Но перейдем к первому столбику, и тут число от 2 до 7, кроме тройки. Цифра 6. Цифра 6. У нас сборная Ган. Ганна получает себе соперники, а точнее тренер Ганны. Кто? Максимус у нас тренер Ганны. Напомним, он играет за Ганновер. Для меня это темная лошадка, потому что после желтого Ганновер как-то осел в середине турнира на Таблиц Германии. У нас против Аргентины и Испании выступает команда по главе с Кевином Принцем Баотенком. Да. Достаточно интересная группа, но здесь свою роль, конечно, может сыграть и состав. Да, пожалуй, состав Аргентины сыграет свою роль. Ну, в принципе, как и состав Испании. Ну, как говорил один великий мудрец, любого можно сломать. Главное не переборщить с желтым. Цутировать самого себя. Ты сегодня очень мудрый. Итак, ладно, выберем сборную в четвертом столбике. От двух до десяти. Восемь. Десять минус два – это восемь. Получаем сборную в Польше. И Корп отправляется, хотел сказать, к Кринкану и Липе, но Корпу повезло немного больше. Корп, отправляем. Что я не писать? А почему я писать Корпу стал? Я стал писать Польше. Роберт Ливандовский против. Дидье Драгба против. Радамали Фанкау. Вот это действительно интересно. Да, это очень-очень интересно. Конечно, в любой сборной можно выделить потенциальных форвардов, таких как Марио Балателли или Эдинсон Кавани, но здесь эти форварды... Ну, я думаю, в Польше Ливандовский выделяется побольше, чем, допустим, Фалькау в Колумбии, ведь в Колумбии очень сильный состав. Ливандовский далеко не самая длинная фамилия в сборной Польши, но его послуженности с Аксимеменом не... Не знаю, поймет ли кто-то, что я сказал. Придем к группе Е. Ведь Е у нас, да, Е. Здесь будем выбирать сборную из Африки, то есть с первого столбика 2, 4, 5 или 7. Четыре. Сборная Камеруна во главе с Самуэлем Этао Незабвенным отправится в квартет Е, где и так у нас присутствует Германия, Сербия... А точнее во главе с Кудзо. Кудзо, Ринкен, Липа. Три сильнейших тренера. Да. Напомню, что сборная Ирландии у нас еще не выбрана, так что тебе вполне могут попасться эти тяжелейшие соперники. Да, это будет очень тяжело, если я попаду туда, к ним в группу. Но вы выкарабкаешься же. Ну, постараюсь. Ирландские защитники-то перед матчем на кате это всем покажут. Ну, ты меня научишь подката делать, и все будет хорошо. Хорошо. Итак, средний Европа, последний столбик. Цифры 2, 4, 5. Извиняй, 4 уже заняты. Что-то я просмотрел. 2, 5, 6, 7, 9, 10. 10. Ты не запоминал числа, потому что я ошибся. Ладно. Швеция, Арсофан против Бельгии и Словакии. Как-то у меня многовато. Здесь Европейцев, но-то ладно. Бельгия, Словакия, Швеция. По-моему, у всех равный шанс? Да. Интересно, кто станет четвертым участником этой группы. Ну, пока тут действительно равные шансы. Как по сборным, так и тренеры очень равные. В принципе. Группа «Джей» у нас. Марио Балателли против Эдин Санакавани. Потенциальная схватка в серии А между Миланом и Наполеем. Ожидаемо. Но здесь они играют в других клубах. Точнее вообще, в сборные. Поэтому мы ждем третьего конкурсанта, чтобы объявить, кто или какие игроки будут противостоять звездным форвардам. Давай возьмем, не знаю, даже в Среднюю Европу. Ну, здесь уже есть одна Европе, но то ладно. Два, пять, шесть, семь, девять в последнем столбике. Шесть. Шесть. Это сборная Воснии во главе с Эдином Джеку. Еще одна достаточно сильная сборная. Ну, не такая сильная по составу, но нападение у нее действительно шикарное. Да, действительно, на Джеку можно выехать спокойно. Да. Учитывая, кто за нее играет. Он любит выезжать из клубов, в другие. В общем, пастор, который 88. 88. 88. Пастор 88. Я все-таки выкварил. Ну, и последний у нас, да, Хадимасу и Фениксу. В интереснейшую группу. Кто отправится? Давай заглянем в Европу. Я думаю, здесь есть потенциально интересные соперники. Например, ты. Тебе бы, наверное, интересно было сыграть с Фениксом. Да мне в любой группе интересно. Да, только не в Прерас. Итак, у тебя на выбор. Цифра 9, цифра 7, цифра 5 и цифра 2. Цифра 9. 9 сборной Украины. Вот это да, Сержак и Феникс в одной. Чувствую, тут будет скандал. Уменьшко сводить людей. Многие помнят противостояние Феникса против Сержака. Противостояние против, отлично сказал. Феникса есть. Эх, жду не дождусь. Учиться тебе еще учиться. Итак, у нас остались сборные ЮАР, сборная Нигерии, сборная Сенегала, сборная Чили, сборная Перу, сборная Швейцарии, за которую будет играть Ар... Чи... Ксанекс. Ксанекс за Сенегал. Извиняю, просто это удачно было. Уэльц и Невзовем на Ирландии. Итак, алкаши могут, в принципе, шайтановские попасть в любую группу. Здесь уже никто и сдерживать не будет. Ну, давай, пожалуй, начнем с Африки. У нас, то есть первый столбик. 2, 5, 7 на выбор. 7. Подожди, пока. 7. О, Сенегал. Как-то удачно. Ксанекс. О, вот и Ксанекс. Сенегал у нас отправляется в компанию к Брюсу. То есть, к закону, к Брюсу и к Жасе. Да. Группа смерти, группа смерти. По делам ему. Это все, что я скажу? И да, это связано с тем, как он играл против. Давай заглянем в Южную Америку. Здесь всего 2 на выбор. 2 или 4. Какое число больше нравится? 2. Конечно, твои любимые оценки в школе запоминаешь навсегда. И Чили отправляется у нас до Стингеров. Опять не очень подфартило. Ему вообще когда-нибудь фартило. Да, действительно, не повезло. Ты типа помнишь команды? Или ты просто говоришь как те? Не, я помню команды, я их записывал. Ах ты. Подложил мне. Хорошо. Англия, Португалия, Хорватия, Чили. Сможет ли Стингер побороться за лучшую группу? Конечно, сможет. Спасибо за здравую оценку. Итак, мы переходим в группу С. И давай, может, Ирландия отправится в группу С? Кто знает. Итак, 2, 5, 7. На выбор в последнем столбике. 7. Никак ты не выберешь своих оландцев. В Швейцарии. Под руководством. Десерта. Или десерт. Нет, ну знаешь, у него туров-то побольше сыграно, чем у Артекса. Ну да, на один. Да? Все правильно. Так что тут... Знаешь, копейка рубль бережет, как говорил мой дед. И до сих пор говорит. Причем здесь это, казалось бы, но... Удачно сморозить чушь. Ну ладно, ладно. Не заговаривайте. Хорошо не буду. Итак, у нас группа Д. Вот в группу Д было бы неплохо тебя отправить, чтобы какие-нибудь маститые сборные... Ой, маститые форварды часто забивали гивону. У тебя на выбор цифры 2 и 5. Интересно, какую ты выберешь? Цифра 2. Вот так ты себя и отправил к именитым форвардам. Как мы видим, любимые оценки в школе не всегда приводят к успеху, поэтому... Да, но не худший вариант. Согласен, лучший вариант это моя группа. Ирландия составит компанию Польша, точнее Ирландия составит компанию Польша, Колумбия и Кот-де-Уаро, каждый из которых есть сильный форвард. Сможет ли капитан команды Робби Кин пополнить ряды бомбардиров и навязать борьбу таким силенам нападающим? Я думаю, сможет. Это тебе не Энди Карл, учти. Ничего страшного. Хорошо, в Средней Европе у нас осталась одна команда. Давай ее распределим. Это сборная Уэльс, Фатеркосом Безника. Уэльс у нас отправится в компанию Германии, Сербии и Камеруну. То есть у нас чисто немецкий квартет, а Безника у нас за атлетику Мадрид, я наврал. Чисто немецкий. Просто привык, что он играет за шарфки. Да, вскоре он за арсенал вообще будет, поэтому... Да? У нас, в общем, чисто... Ну, группа хорошая. Да. Наравне с группой А, может считаться группой смерти, кому круто. Кажется. Более вероятно, сами смотрите. Ну и если судить по командам, то тут только Германия по уровню выше всех. Да. Вот Германия, Сербия. В принципе, везде есть хорошие форумы, так же не будем загадывать сразу. У нас осталось три группы. Это группы F, J и H. У нас остались три сборные, и все не европейские. Это сборная Перу, сборная Юара, Юар. Сборная Нигерий. Давай сразу Перу зачислим. Следующую колонку. У тебя осталось два числа в первой. Да? Да, да, да. Это числа 2 и 5. Да. Хорошо. Я даже боюсь представить, что ты снова выберешь число 2, пока я вношу Перу, обдумываю свое решение, и скажи мне, какое число, 2 или 5? 5. Ой, извините, я тут что-то выделил. 5, это сборная Нигерий. Вот так ты свою любимую школьную оценку, который раз я это уже говорил, забросил в пользу Нигерий. И отправил меня вместо Растишки в группу Незабвенного, почему я так люблю это слово, не знаю, Зидан. Что же, Зидан, Пастер, Вингер и Великий Бреро. Ты добавлен? Да, в принципе, я лучше подправился в группу вместо Камеруна, например, или вместо Сербии, там, в солидные соперники, но нельзя никого недооценивать. Я уже знаю это, не раз играл за слабые команды. Ну и последнее, что остается, это отправить Растишку к Сержаку и Фениксу для... И Димасу. Да, и Димасу, для действительно атомного взрыва. Как думаешь, там что-нибудь будет честно? Будет какие-то интрики, хитросплетения? Конечно, конечно, все это будет. Ты уверен? Уверен. Хорошо, я тебе верю. Итак, мы распределили команды по группам, теперь попробуем их обсудить. Думаю, Шайтан, как мировой судья, подходит больше мне. Я очень предвзят. Поэтому давай начнем с группы А. У тебя группа записана, но я назову их для тех, у кого слабое зрение, или тех, кто смотрит с мамами и бабушками эту трансляцию. Бразилия, Голландия, Турция и Сенегал. Каковы твои предсказания? Ну, я думаю, здесь два фаворита. Это Бразилия и Герланды. Но, опять же, я отталкиваюсь от уровня сборных. Так как Ксанекс, я все-таки дам себе высказаться, находится в своей среде. В принципе, он с лёгкостью любых белых молотов в обгоне, он их еще и уничтожил. Но не стоит забывать о Брюсе, который не раз забивал нелепости Ришахином, Халилом, Алкантопом. Может быть, даже Валканом Демирелем, этого, к сожалению, никто не узнает. В общем, в этой группе нельзя просто так ставить нарочито, поэтому я буду верить в Турцию и Сенегал. Перейдем к группе Б. Здесь Англия у нас, Португалия, Хорватия и Чили. Ну, здесь, пожалуй, фаворит это Масикс. Что будет, даже не знаю, тяжело представить. Но буду болеть за Стингера. За Хорватов у нас, напомню, кто выступает. Ганнибал. Англия, Португалия, без вариантов, простите меня, друзья. Очень мне нравилось играть с Ганнибалом, жалею, что он ушел из Италии. Новый тренер Никудышин, как и все клабы. Я не мог это не сказать. Перейдем к группе С. Аргентинцы, испаньольцы, не знаю почему, ганцы. И люди, которые между тем, как они производят часы и сейфы, едят сыр, а на десерт шоколадку, швейцар. Здесь, пожалуй, фаворит будет Jack is back. Думаю, он выйдет с первого места. Думаю, если бы за Швейцарию играл, знаешь, такой сильный тренер, например, из Германии какой-нибудь, да, такой маститый. Вот как, знаешь, за Шальки все время такие играют настоящие профи. Там типа Феникс, Безника, знаешь, сильные тренеры. Вот я думаю, вот если бы сильный такой тренер в стиле Шальки, знаешь, такой, ух, вот он бы мог навязать, как Феликс Магат, знаешь, железный Феликс. Он мог бы навязать здесь борьбу кому-то. Да, я согласен. Ну, у нас десерт, он играет за Гамбург, потом будет за Ливерплей. Но, все равно, не стоит его недооценивать, все может случиться. Ну, я тебе говорю, если бы был посильнее тренер такой, ух, то все, все, не подпишись. Ну, мою группу ты сам обсуди. Хорошо здесь, ставьте некрасиво, помню, что я там делаю, там у нас джентльмен. Кот-де-вуар, Колумбия, Польша, Ирландия. Во-первых, сыграть нормально с Корпу никогда не получалось, все время лагало, не контактило. И я, оппонент, имею в виду, он играет. Все греют, что играет на красоту, на излишнюю красоту. Да, действительно, Зак. Я люблю играть красиво, а главное, ломать красиво, это я считаю, достижением для себя. Ну, и учитывая, что у Шайтана нет Кэрола, он уступит первое место в группе, думаю. Хотя, хороший тренер, мне не стыдно было, по-моему, проиграть в финале. Ну, если бы он как-то не из Ирландии играл. Пожалуй, я поставлю здесь на Кот-де-вуар Ирландию, но буду верить в Польшу. Отлично. Да, мне нравится твой прогноз, очень справедливый. Спасибо, как всегда, я отличился. И вот группа Е, которую я в отличие от Шайтана, считаю, группой смерти. Здесь у нас Германия, Сербия, Камерон-Уэльс. Четыре очень сильных тренера. Тут тяжело сказать. Пожалуй, такая самая непредсказуемая. Буду болеть за Липу, так как он из моей лиги. Это один из моих любимых соперников. Поэтому желаем удачи. В матчах с Липой я все время отскакиваю. Забиваю на последних минутах, а майора третий кусок отворят. Надеюсь, что Липе придет такое же блаженное лакерство в матчах с соперниками. Но так как я никогда не проигрывал... Ой, никогда не обыгрывал Кудз, не мог бы я его обыграть. Я даже в финале Лиги Европы ему проиграл. Это было очень оскорбительно для меня. А позже какой-то жалкий тренер Ньюкасла, ему даже, значит, проиграл в суперкубке UEFA. Не буду называть, конечно, имена. В общем, я ставлю на Кудза. А вот кто выйдет, Липа или Ринкан, это для меня заказ. Ну, ты забыл про Безднику. Это неправильно. Да, поэтому я и назвал эту группу Смерть. Я даже не говорю о Безднике, потому что Вова, он болеет за Манчестер-Сити. А он знает цену игрокам. И своим словам, и действиям. Хорошо, группа F. У нас несравненная Бельгия, несравненный Владимир Вайс и его команда, несравненный Златан Ибрагимович и его команда, и несравненный чемпион мира со слабой сборной, это Милан. Мои ставки будут на Бельгию. Думаю, Микс выйдет с первого места и наберет максимальное количество очков. Не знаю даже почему так, но вот так вот. Честно говоря, я жду от Перу сенсации первого места в группе. Милан, надеюсь, ты слышишь. У тебя сейчас 7 утра, ты скоро проснешься и с утречка посмотришь то, что мы зальем глубокой ночью для нас. В общем, надеюсь, ты услышишь мои слова и скажешь, да, я надеру одно место этим заносчивым соперникам. Потому что я не могу сказать слово «ублюдкам», это будет некрасиво. В общем, Микс и Милан, два человека на М. Очень хотелось бы, чтобы Дентиньо, конечно, прошел, учитывая, что с ним мне всегда нравилось играть. Да, и учитывая, что его сборная слабее всех. Но Перу не очень слабее Словакия. Ну, не знаю. Ну, Клаудио Пизаро решает. Все, что я могу сказать, это для Алькома, надеюсь, он поставит лайк. И перейдем к Рупи Джей, которую я не хочу обсуждать, потому что я... Поэтому я ее пообсуждаю. Ну, Италия здесь выделяется. Да, конечно. Но, как тренер, так и сборная здесь высочайшего уровня. Ой-ой-ой. Ну, я поставлю такой прогноз. Венгер выйдет с первого места, а Италия, ну, великолепный тренер, Бреро выйдет со второго. Это сейчас глубоко меня задело, и после того, как мы закончим записывать, Шайтану станет очень плохо. Он будет плакать, я буду его оскорблять, но пока... Я забираю свои слова обратно, Италия выйдет с первого места, а со второго в Уругвай. Вот такие неожиданные изменения в мнениях у людей. Просто не хочу, чтобы ты меня побил. Да, я могу. Я ставлю на то, что выйдет Зидан и, скорее всего, Венгер. Конечно, это некрасиво обсуждать, но учитывая, что мои руки растут из задницы, я это открыто заявляю, а на самом деле это не так. Я фотографию даже кое-кому скидал, но это не соль. Думаю, я поборюсь. Я просто обещаю навязать кому-то борьбу. Хорошо, молодец. Перейдем к последней группе, не менее интересной. Здесь Феникс играет за Францию, Димас за Россию, Сержак, он же просто Сережа за Украину. Ну и Растишка за ЮАР. Поставлю на Феникса, а буду болеть за Украину. Думаю, все понимают почему. Ну и какие твои прогнозы на эту группу? В общем, Растишка может обидеться, если я скажу, что у него нет. Шансов, но я думаю, у него нет шансов. Я преклоняюсь перед талантом Сержака. У него шикарные скидочки на центрального форварда. Меня они всегда заводят. Я всегда буду сыграть как Сержак. Мне как-то даже сказали, «Эй, чувак, да ты смотри, ты новый Сержак?» Я говорю, «Нет, ребят, я не умею сверлить, простите». В общем, здесь делать ставки как-то было бы глуп. Но я, конечно, все это постараюсь. Французы, Феникс не стал себе набирать на три различных. Да, как бы это ни звучало странно. В общем, Феникс не стал что-то делать. Он оставил себе французский состав. То есть Капуэ, Бальмон. Как вы могли бы видеть, если бы с ним товарищи мать сыграли? Думаю, вы увидите его состав. Те, кому это действительно интересно. Если вам кажется, что я, может, что-то неправильно говорю, то подумайте, Феникс хороший тренер, и у него есть много шансов на то, чтобы оказаться на вершине этой таблицы. Знаешь, мне вот интересно, ты ни про кого так не сказал, как про Феникса. Я же полезен. Ну, все, вот с этого и надо было начинать. Все с тобой понятно. Просто мне Корп сказал, хочешь Модрку? Ну, в общем, я не буду рассказывать, а то он мне ТП поставит на мою пользу. И это не значит. Ну, в общем, мы поняли, на что ты намекаешь. Ну, вот, в принципе, и все. Ну, я бы так, конечно, не сказал. Я должен кое-что пояснить. Итак, у нас, как вы понимаете, группа уходит по две команды, как на реальном чемпионате мира. Вот я выделил, кому непонятно. Будут они играть по такому принципу. Первое место группа А, встретиться со вторым в Б, и первое Б, второе А. Они образуют две первые четверти финальной пары. Ну, в общем, мне проще это нарисовать, чтобы у вас не был вопросов. Если что, мы потом все это напишем все равно. Да? Ведь это так? Конечно, конечно, напишем. И сейчас я закончу нарисовывать. Пока можешь сказать свои надежды на этот турнир. Как думаешь, кто может прийти к победе? К победе многие могут прийти. Я хочу пожелать всем удачи. И самое главное, чтобы все отыгрывали свои туры активно. Не пропадали. Да, главное, отыграть все вовремя. И не задерживать турнир. Надеюсь, если все пройдет успешно, в следующем сезоне устроим что-то подобное. Я почему-то написал русскую группу. Ой, извините, русскую. Бубку B. Думаю, здесь... Да, кому интересно, осталось до старта совсем немного. Ростер почти сделан. Ростер почти сделан. Там осталось около 10 сборных. За... Это за... Хочу поблагодарить за ростер Феникса и Микса, которые усердно работают над этим. Ну, понимаешь, как бы администраторы. Итак, у нас, как вы видите, сойдутся вот так пары. Я не хочу это обсуждать, потому что 1, 2, 2, 2, говорить это как-то сурово. У нас в полуфинале сойдутся вот отсюда и вот отсюда. Первая будет играть с четвертым. Извините меня, раскладка не та. Первая попадёт на четвёртую. У меня почему-то пишут 1 апреля, мне это очень нравится. Ну, напишут 1-4. Всё равно 1 апреля. Не знаешь, как написать, чтобы она не писала 1 апреля? Я, к сожалению, не вижу, что ты делаешь. Всё равно 4. Вот, 4 на 1. Ты поймёшь, как вы увидите видео. 2 на 3. 3 на 2. И здесь мы получим двух, надеюсь, прекрасных у нас победителей полуфинальных игр, в которых мы надеемся увидеть что-нибудь сенсационное, например, Перу или даже Италию, я прошу одну. А не приевшиеся всем, понимаешь, о ком я, о Ирландии, в Кодекуаре. Да-да. Да, ведь просто было бы глупо тратить время на всё это. Ну и, в принципе, если бы мы делали нечестно, какой смысл совать себе в группу Труфейса? Кому приятно играть в Труфейс? Вот это верно, действительно. Спасибо за внимание. Верим в вас. Те, кто не участвует, не оскорбляйтесь, не обижайтесь, не петушитесь, как школьники, как удачно Милан заразился. Те, кто в резерве, тоже не огорчайтесь, у вас будет свой шанс, ведь уже два человека из резервы было взято в основную сетку. Поэтому, удачи всем. Спасибо, господа, что были с нами. До свидания. Ну, в общем, я ещё не прощаюсь, потому что я не всё выделил. Шайтан уже ловко, знаете, с вами распрощался. А теперь и я скажу пока, друзья. Пока.